всем привет сегодня 10 мая 1023 я бы всем рассказать почему маловероятен а сезон как и полет биткоина 30-40 вчера буквально редван опубликовал поздно вечером что все ребят тренд завершён и конечно же не из-за его сообщения да что как можно верить человеку который говорит что тренд завершён потом берет покупает биткойны говорит ребят все я купил биткойны на сюда а потом опять пишет ну все теперь точно вышел и нужно понимать что нужно думать своей головой но ридван он хорошо протестировал он собственно это тоже одна из все-таки причин почему я все-таки решил большинство своего портфель распродать и ожидать лучших цен до лучших времен да так сказать но лучшее я понимаю это осень то есть ближе к зиме традиционное снижение как-то было 2019 году когда после июньского роста цены в общем упали уже где-то октябрю и ноябрю было такое сильное снижение и возможно здесь тоже самое произойдет но самое главное значит у меня куча причин и все но вместе так соединилась и самое главное ребят произошло ускорение то есть рынок более становится зрелым смотрите какая очень интересная вещь у нас рост был 2017 году в декабре в 2021 у нас рост был в ноябре то есть как минимум на полтора месяца разница то есть рынке когда они более зрелыми становятся вот это происходит как бы ускорение и тут получается интересная вещь то есть у нас отработка значение средней цены должно было получиться если мы смотрим 1019 год также на июнь но у нас пришлось минус полтора месяца как раз на середину апреля то есть и вот нас 31000 пробивает в апреле середину апреля и собственно к этой версии стал более так склоняться я очень жалею почему я об этом раньше не подумал и я не думал что это так важно что вот это ускорение как будет этого движения когда вот это рынок становится более зрелым я не думал что это вообще важно это оказалось одно из таким важнейшим замечаний значит следующее это первое и второе сейчас пробежимся я прошлом видео рассказывал что у меня на 200 чем-то долларов ликвиднула по значит не classic вот она луна classic чем характерно вот эти инструменты рискованные да они там низко ликвидные они чувствуют когда много денег они пытаются как без рынка но забрать эти деньги когда мало они в общем падают она очень сильно упала да сейчас идет такой отскок естественный но в целом та же луна также меньше единицы павел да сейчас идет восстановление это хорошо но не просто так они в общем падают и я все ждал роста роста она общем пала я не ожидаю что будет какой-то хороший рост по этим инструментам то есть это маловероятно следующий момент значит низко ликвидные ладно это не самый лучший например хорошо лунные проекта не самый лучший пример то что они очень спекулятивные хочу вам самый главный пример например вот эти старички токены файл коэн то есть я ожидал среднее значение это отработку средних значений то есть мое понимание было так как файл конь он 2021 сделал больше 200 долларов за значит одну монету я думал что средняя цена будет ну как минимум 20 долларов у нас же почему так произошло в чем была ошибка вот это мое самое главное смотрите если bitcoin там 60 упал до ты до 15 до его становился к средней в 30 тысяч долларов то по альткоином там почему вот это не произошло как бы значит вот это смотрите интересная вещь файл коин вернулся к значениям тех же минимум то есть инструмент по сути очень такой слабенький это вам не этот биткоин который как показывает себя очень зрелым такой инструмент то есть он вернулся опять к этим минимум он не остался там на уровне там долларов там 10 20 он упал почти там на два два с половиной там 2 и 8 да это было в моменте ну то есть он повторил вот эти минимумы и получается возвращение к десятке это и было средней ценой и моя ошибка вот эти месяца я ждал все больше и больше вот смотрите что произошло с амой иксом то же самое идет затухание у суды и файл койн задых затухание то есть я уже все вот это зеленый вариант я его исключаю то есть либо желтенькая либо вот этот вариант то есть скорее всего вот этот последний это я сегодня нарисовал что-то такое мы можем увидеть по файл койна значит смотрим амой икс на 500 баксов его покупал когда он марте короче на полторы тысячи я смотрю долларов я думаю ну еще вырастет я говорю еще ребят рано еще даже и там их средница день подошли думаю ну где-то в районе думаю двух-трех можно где-то распродаться и все а тут идет уже затухание короче одну и ту же ошибку я сделал что и в двадцать втором году я пересидел и в двадцать первом и двадцать втором не одна и та же ошибка еще с 23 год я до сих пор я пересиживаю я пересидел ум это впад я тут пересидел в во многих монетах то есть по максу я уже не помню то ли 50 там 5 и с чем-то покупал до но 75 до какая-то прибыль но я бы мог на полторашки и спокойно распродаться то есть опять пересидел потому что я думал что вот это будет больше рост июньский рост так сказать сезон ждал ребят все аль сезон прошел отработали средние свои значения дальше очень рискованно сидеть понимать может и будет рост какой-то ну поймите что это очень большой риск и тут каждый сам на себя все я уже больше как бы не жду большей частью ушел вот значит самое главное еще я вам не рассказал ну в общем по старичка можете сами пробежаться там примерно картину такая же идет затухание по низкой ликвиду история с этой мета впад тут я тоже лоханулся как минимум полляма просто заработать накапливал где-то по августу где-то осень ну больше наверно тридцатку и она покупал вот это я вообще как тут просто пример глупости надел монеты были заморожены и чтобы разморозить нужно было ждать неделю то есть я за неделю я мог бы их разморозить и ну пускай не 10 иксов но 8 иксов забрать я это ничего не сделал мы уже и она главного пола но к тем же значением упал к узким всем значением то есть она вот очень быстро сюда упала это просто реально ну такая глупость то есть вот это ожидание еще чего-то большего понимать что уже не первый год проблема я понимаю надо что-то делать читать разбираться значит я не обратил на вот это внимание что идет ускорение рынков и сейчас просто ну думаешь ё-моё то есть тоже здесь у нас идет такое затухание и вот эти все низко ликвидные вот вот еще хотел показать ipad пример это уже бузиловский токен то есть ребят тут все идет затухание то есть вся вот эта низко ликвидга она чувствует себя хорошо когда много денег на рынке когда мало она в общем ухлапывается то есть это тоже большой сигнал что ничего хорошего и в ближайшие там времени стоит ждать вот ну возможно я как бы я ошибаюсь и все вот эти куча факторов она привела к тому что ну я решил все-таки большей частью отказаться да я смотрю на сопор я ждал отработку 180 дневки я специально открыл 170 дневку не знаю обрезать не обрезать немножечко экран ну видно что здесь идет ускорение прям вверх она полетела то есть ближайшие несколько недель 180 дневка покажет так что я тут и открыл 180 днев когда она очень покажет пересечение но я уже все я уже боюсь сидеть большинстве монетах также ребята объясню почему сказался и следующий фактор значит я пострадал от биржи ftx я там торговал до последнего пока сайт не отключили все эти монеты выкупал покажу бирже была прекраснейший интерфейс был очень удобный можно было просто по экрану проводить открывать эти фьючерсные сделки take profit и стопы лимиты ну реально одно удовольствие было торговать громаднейший было доверие и я совершил ошибку после луны уже было ничего не страшно я решил откупать падение в тите прямо на бирже ftx и меня как капкан так это поймали и получилось что ну так немало денег потерял плюс у меня там была луна замороженная так далее вот и нам обещают что в ближайшие несколько недель нам дадут вернуть то есть будет какой-то клейм и никаких писем я больше не получаю то есть что и неизвестно когда нам вообще вернут не вернут можете перенесут то есть смотрите какая ситуация я буду весь на прием у вас койнах да все у меня там вот эти сбережения которые я пытаюсь на крита рынке зарабатывать до вальткоина плюс вот эти средства неизвестны когда вернут не вернут и я такой значит жду сезон который будет там в конце мая может быть в июне да как это было 1019 то есть вот это движение и этого ничего не произойдет от просто представьте себе я понимаю что но я останусь ни с чем то есть если какое-то падение будет по альткоина то она может быть как минимум два-три раза и все если там больше 100000 там останется ну просто пару десятков и это очень обидно неприятно то есть вот такие дела и ну и плюс также куча факторов сказалось и связано с работой вот ну об этом не буду говорить но я буду все-таки работать над тем чтобы над этим вопросом чтобы у меня с работы было всю как бы более так надежно чтобы удалось все-таки зарабатывать больше 100000 но пока это не получается вот поэтому куча факторов совпало с тем что пересмотреть вот это ожидание пересечения 180 нефти по сопру что возможно это пересечение будет но уже цена может быть по биткоину ниже вот и это то есть это не истина последней станции то есть сопр обычно такой индикатор нужно во внимание брать и такое живое поведение на рынке и также куча других разных факторов но в целом сопр мне очень понравился вот вот такие дела в общем ладно ребята ну я понял что вчера сидел конечно допоздна все там смотрел там выводил вот что ну принял решение лучше дождусь лучших времен я не знаю насколько я сумел свою точку зрения доказать ну дарит вам тоже повлиял его там его twitter или как его telegram что тоже оказало влияние я все-таки стал пересматривать да что скорее всего ребят произошло вот это ускорение рынков и аль сезон все он уже прошел и очень обидно что я это раньше не понял что отработка средних значений по альткоином она была вот она в марте ом и икса у файл койна феврале у биткоина этого апреля к среднему значению а что ждать дальше ну может какой-то будет спекулятивное движение но в целом можно очень легко здесь на этом спекулятивном движении потерять средства ну в общем буду ждать лучших времен то есть ну ближайшие пару месяцев буду наблюдать вот да возможно я понимаю что в какой-то момент изменю свое мнение но сейчас я стал придерживаться такой тактики наблюдения и ожидания в общем всем пока